Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 39. Псалом 39 является ярким свидетельством Давида о том, как Господь услышал его молитвы и извлек из страшного рва. В 36-м псалме была открыта тема ожидания, которая достигла своего апогея в 38-м псалме. Автор 38-го псалма рассуждает о бренности жизни в пессимистических тонах. Он странник на земле, напрасно суетится, собирает и не знает, кому достанется его имущество. Скоро его совсем не станет, а Господь все еще безмолвен к его слезам. Псалом 39 – это праздник спасения. Он начинается со слов «я твердо уповал», буквально «я ждал и ждал», а заканчивается призывом ко всем ищущим Господа радоваться и веселиться, непрестанно повторяя «Велик Господь». Наше толкование на этот и другие псалмы вы сможете посмотреть на портале экзегет.ру. По содержанию 39-й псалом можно условно разделить на две части – на «благодарственную песнь» и «плачь». Некоторые толкователи считают, что изначально две части псалма были двумя самостоятельными текстами, которые впоследствии были объединены в один псалом. Местом водораздела, местом шва в таком случае, может быть одиннадцатый стих. Первая часть псалма до одиннадцатого стиха включительно описывает, как Господь вытащил псалмопевца из тенистого болота и твердо поставил на ноги. О многих его чудесах желает проповедовать автор псалма, публично провозглашать о его спасении перед Великим Собранием Народа. Вторая часть псалма с двенадцатого стиха начинается с описания бестного состояния псалмопевца. «Окружили меня беды неисчислимые», за которым следует крик о помощи. «Господи, поспеши на помощь мне». Окончание псалма «Ты, помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Перекликается с началом шестьдесят девятого псалма. «Поспеши, Боже, избавить меня», «Поспеши, Господи, на помощь мне». В обоих псалмах требуется срочная помощь. «Поспеши» и звучит уверенность, что помощь и избавление приходят от Господа. Автор послания к евреям вкладывает в некоторые стихи тридцать девятого псалма в уста Христа Спасителя. Христос словно говорит устами Давида о том, что Бог не захотел ни жертв, ни всесожжений, но принял единственную жертву – тело Иисуса Христа. Так слова Давида, сложные под влиянием пророческого Духа Святого, нашли свое исполнение на устах и в жизни его потомка, второго Давида, помазанника, чья жертва положила конец всем жертвоприношениям животных, а личность стала началом нового завета Бога с человечеством». Второй, одиннадцатый стихи, первая часть псалма. Второй стих. Слова «твердо уповал» – они недостаточно сильны для передачи всего того колорита, который есть в оригинальном тексте, для описания той твердости, выносливости и силы доверия, которая выражена соответствующей глагольной конструкцией – терпением потерпел. «Терпя, потерпев Господа». В этом случае славянский текст более выразительный, чем русский. «Я ждал и ждал Господа. Наконец Он склонился ко мне и выслушал мой крик». Третий стих. «Страшный ров напоминает яму с грязью, тюрьму, в которую бросили пророка Иеремию». «Такая яма с грязью» – страшный ров – могла быть прообразом преисподней. Вторая метафора – тенистое болото. Тресина делает акцент на неустойчивости. Став ногой на топкое место, можно пойти ко дну. «Яма и грязь» – это образ опасности, возможно, как считают некоторые, даже ритуального осквернения. Оба метафоры – яма с грязью и топкое болото – говорят о былой беспомощности автора псалма. Напротив, камень – твердая почва под ногами. Это образ безопасности, устойчивости. Господь извлек из болота, поставил на камень ноги и обеспечил безопасность для последующих шагов. Четвертый стих. Выражение «новая песнь» получает свое развитие в 32-м псалме. «Пойте ему новую песнь, пойте ему стройно, с восклицанием». Автор псалма заинтересован не в том, чтобы к себе привлечь внимание, рассказать о тех чудесах, которые произошли, и то, как он избавился от болезни. Он заинтересован в том, чтобы прежде всего прославить имя Господне в присутствии окружающих людей. Игра слов «увидят многие» и убоятся, направлена на то, чтобы вызвать в слушателях благоговейный страх. Как показывают другие псалмы, такой страх перед Богом результативный. Он наставляет необученных людей на верный путь. «Научу беззаконных путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся» — 50-й псалом. В словах «гордые и уклоняющиеся ко лжи» некоторые толкователи видят намек не просто на жестоких и коварных людей, но на идолопоклонников и даже на идолов, как считает Ефимий Зигабен, на ложных богов, на саму ворожбу. В некоторых иностранных переводах пятый стих получает такое прочтение. «Люди, которые верят в Господа, счастливы. Они не превращаются в выдолов, они не присоединяются к тем, кто поклоняется ложным богам». Поэт восхваляет доброту Господа, говоря о чудесных его делах, совершенных во благо народа. Два параллельных полустиша в шестом стихе ведут к таким выводам. «Никто не может сравниться с Богом. Великие дела, которые он сотворил, невозможно пересчитать». Итак, Господь дарует неисчислимое количество любви и доброты. Седьмой и девятый стихи. «Какими жертвами может отблагодарить человек Господа?» Мы можем спросить себя. Ну, чем мы можем его отблагодарить? Предшественник Давида, царь Саул, был облечен за неискренность очень похожими словами. К нему подошел пророк Самуил и спросил его, «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Далее идет очень загадочная фраза. «Ты открыл мне уши». Что же это за «открыл»? Буквально по тексту «проколол». Прокалывание ушей в Древнем Израиле было знаком превращения раба во временного, в постоянного своему хозяину. То есть среди евреев существовала такая традиция. Раб мог, в принципе, получить вольность. Особенно это касалось того еврея, который за долги продал себя в рабство другому еврею. В юбилейный год или после того, как он вернет долги, он мог себя освободить. Но если же какой-то раб не хотел уходить у своего хозяина, то в знак подчиненности господину ему прокалывали ухо, и он становился слугой навсегда. Итак, не исключено, что автор псалма мог подразумевать эту мысль. Ты открыл мне уши, то есть буквально сделал меня слугой навсегда. Но все же есть и другое толкование, к которому я лично бы склонился бы. Не исключено, что автор псалма имел в виду другой намек. Намек на готовность прислушаться к словам Господу. Прислушаться так, как это сказано у пророка Исаии. Пророк Исаия, он показывает Господа как некого будильника. Господь каждое утро пробуждает, и не просто пробуждает, а буквально, говорится у Исаии, он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. В послании к евреям вместо понятия уха появляется слово «тело». «Тело уготовал мне», евреям 10.5. Какова бы ни была бы изначальная задумка автора псалма, речь идет о самоотверженности в служении Господу. Так у пророка Исаии уши, готовые к слушанию слов Господа идут в параллель со щеками, готовыми переносить побои. «Господь Бог открыл мне ухо», говорит Исаия, «и я не воспротивился, не отступил назад, я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не скрывал от порыганий и оплевания». И здесь мы снова слышим перекличку с состраданиями Христа Спасителя, как об этом нам говорит Новый Завет. Книжный свиток, готовность следовать за Господом. Это перекличка с призванием Исаии. «Я услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. Я сказал, вот я, пошли меня». Однако главный герой псалма это не рядовой слуга, но царь Давид. В таком случае, книжный свиток может быть отсылкой на тот документ, который прочитывался при церемонии возведения царя на престол. Вполне возможно, это также ссылка или аллюзия на книгу закона, заповеди с которой псалмопевец старается исполнять. По псалмопевцу книжный список написан специально для него. Он написан о мне. Однако все предсказанное ранее в полноте исполнилось не на Давиде, но в потомке Давида, в лице Иисуса Христа. Поэтому Спаситель по праву вводит следующее утверждение. «Моисей написал обо мне». Итак, мы видим, как в буквальной цитате из послания к евреям выражений из псалма, так и многие аллюзии, говорящие о том, что данный псалм, он пророческий, он мессианский. Давид пишет в духе, говоря о том, что сбудется в последующем. А автор псалма, он кладывает слова Давида в уста Спасителя, как Христос говорит. 10-11 стихи. Желание делиться радостными новостями о спасении прослеживается во многих псалмах, которые предназначались для общественного богослужения. Яркий пример такой благодарственной песни, воспетой после совершения Господом чуда, является песня Анны, матери пророка Самуила, которую она исполнила, принеся в Освятилище Господа не только обычные жертвы для совершения жертвоприношения, но и живую жертву в виде младенца Самуила. В следующих стихах с 12-го до конца псалма мы встречаем постоянное акцентирование на слове «я» «мои грехи», «мои враги» и «моя помощь». Здесь нас может удивить выражение из 12-го стиха «Не удерживай, Господи, твоих щедрот», которые говорят о готовности Бога человеку помочь, но он удерживает свои милости и щедроты до тех пор, пока сам человек не будет готов. Основные идеи из данного псалма, всего второй части, они перекликаются с другими псалмами, поэтому я не буду эти идеи пересказывать, а кратко остановлюсь на отдельных моментах. Итак, 12-й стих. «Господи, не отдали от меня щедрот твоих». Прочитывая данный псалм, как псалм не ветхозаветный, а новозаветной церкви, византийский толкователь, монах Ефимий видел в этих щедротах не только все возможные земные блага и даже не столько земные блага, сколько благодать святого крещения. Итак, «Не удали, Господи, щедрот, не отдали от меня благодати своего твоего крещения». Потому что через вступление в церковь, только будучи членом, полноценным членом общины, человек может эти щедроты в полноте в себя вобрать. 13 стих. «Меня окружили неисчислимые беды, постигли беззаконие так, что не могу я и видеть. Многочисленные страдания окружали и трех отраков. Они также сетовали, находясь в пищи вавилонской, что они согрешили, беззаконовали, но потерпели Господа. И в этом случае через призму толкования Ефимия само претерпевание страданий членами общины начинает восприниматься и толкуется как безвинное страдание одних ради других членов общины. Как же понимать слова «невозможное зрение»? Так что я не могу видеть? В традиционной святоотеческой экзегезе грех не только влияет на тело человека, но и помрачает его глаза. Человек не столько становится физиологически слепым, сколько он становится духовно слепым. Он, находясь в греховном плену, с трудом различает добро и зло. Ему кажется, что он видит, а он слеп. Ему кажется, что он адекватно воспринимает окружающую действительность, а на самом деле он заблуждается, ходит во тьме. Ходит во тьме. В 13-м стихе автор псалма повторяет те же идеи, что были сказаны в предыдущем. «Постигли меня беззаконие, что я не могу их видеть, их больше, чем волос на голове». И дальше идет загадочная фраза «Сердце мое оставило меня. Я изнемог от искушений. Оставили меня силы. Сердце потеряло свою смелость, былое дерзновение. Я стал заблуждаться. Во мне нет былой крепости духа и силы воли, как раньше. Псамопевец просит, чтобы Господь к нему благоволил, поспешил на помощь. «Поспеши избавить, избави, благоволи» — это те слова, которые повторяются постоянно во второй части псалма. «Ищущие душу псалмопевца радуются и веселятся». Псалмопевец желает им посрамления, потому что они искали общественного позора для него самого. Они говорят «хорошо, хорошо». Слова «хорошо, хорошо» — это какая-то идиома. В некоторых переводах мы встретим не только «благо же, благо же, видишь, очи наши». Мы встретим и какие-то междометия «да-да» или просто «уа-уа». Этот образ говорит о неком состоянии ликования. Или по-другому мы бы сказали «зло-радство тех, для которых зло стало не трагедией, но в искаженном его пребывание в душах грешных людей, оно дало им черную радость. Они стали радоваться черной радостью, черной завистью. Себя же псалмопевец называет нищим и убогим в 18 стихе. Соглядка на то, что это псалом Давида, вряд ли мы можем сказать, что он в буквальном смысле был беден и не было у него никакого имущества. Слово «нищий» типовое для высказания Псалтири. Нередко оно обозначает нематериально обездонных людей, но тех, кого в последующем Евангелии мы назовем нищих духом, людей кротких, благоговеющих пред Богом, членов иудейской храмовой общины. Но параллелизм нищ и убог, который мы встречаем в этом псалме, говорит нам, что все же богомудрый Давид рассуждает о своем материальном достатке как о том, что ничего не значит. Я кроток, я смирен сердцем, и то богатство, которое у меня есть, оно ничего не значит по сравнению с заботой о Господа. Если не Господь созиждит дом, в сует трудившийся зиждущий. Эта мысль из литературы мудрости завершает 39-й псалом. Господь помощник, избавитель. И только один вопрос у нас возникает, почему он медлит, почему не исполняется время, почему то, о чем мы слышали в древности, оно так долго, так чаемо переживается нами в настоящем. Ну что ж, нам остается только закончить словами, терпя, потерпев Господа и внял мне, который будет леет мотив этого псалма. На вопрос, что же нам делать, когда мы видим, как благоденствуют грешники? Что же нам делать, если мы молимся, молимся, и Господь не исполняет наши молитвы? Остается только один ответ. Потерпеть, подождать. Итак, псалом мессианский. Я бы сказал более того, что в этом псалме не только отдельные стихи, связанные с жертвой, которые прочитываются буквально в послании к евреям, мы можем назвать мессианскими. Это седьмой стих в частности. Весь псалом мы можем считать мессианским, но в Новом Завете он как бы воспринимается в обратной перспективе. Давид смотрит в будущее. Для него жертва уже ничего не значит. Кстати, это дает повод для протестантских доминаций говорить, что в целом жертва ничего не значит. Сначала при этом нигилируется сакральная составляющая Евхаристии, мол, это только воспоминание, хлеба, вино. Вот мы это совершаем, потому что так в Евангелии написано воспоминание. Теряется некая мистическая часть этого таинства. А потом теряется мистическое таинство самой жертвы Христовой, которая заколается единожды вместо тысяч и миллионов предшествующих жертв ради искупления многих. И вступление в эту искупительную спасительную помощь от Христа, вступление, оно тоже таинственное через преображение всего меня, через преображение не только моих мыслей, через чтение Святой Библии, но через преображение моих чувств из всего тела. Мы видели, как в прошлых псалмах описывается гноящееся тело. Гной приходит в результате грехов. В данном псалме можно снять в преддверии того, что будет сказано дальше, когда благоухание является результатом святости. Но это благоухание, оно не только интеллектуальное, оно физиологическое, мы реально обоняем, чувствуем, прикасаемся, ощущаем святость Божию. И как апостолы Христовы, они осезали Христа, вкладывали пальцы в его ребра, он не был призраком пред ними. Точно так же и для нас жертва Христова это реальное таинство, таинство, с которым мы можем иметь физиологическое соприкосновение и вкушая тело Христово мы не просто воспоминаем через хлеб и вино о том, что было раньше, мы здесь и сейчас актуализируем эту жертву, мы физически вкушаем эту жертву и физически с Богом человеком соединяемся. Так вот, еще раз повторюсь, по словам мессианские, но он как бы в Новом Завете прочитывается через обратную перспективу. Если Давид, он говорил то, что потом скажет Христос, то Христос, слова Давида приписывают к себе, как будто бы они одно и то же. И в этом случае святоотеческое указание на то, что Дух Святой говорил устами Давида, если мы посмотрим через призму тринитарного богословия, что Христос посылает Духа, что Отец, Сын — это одно, в этом случае слова Дух Святой говорил устами Давида, нами могут восприниматься, что Давид говорил устами Христа, или что сам Христос устами Давида говорил те слова, которые были записаны в 39-м псалме. Как бы он его живописует, говоря его словами, и в этом случае Давид является тем самым помазанником, а Христос означает помазанником, который выполняет роль Христа в прошлом. В этом псалме я акцентирую ваше внимание на роль общины. Здесь упоминается синагога, собрание великое. Собрание великое — это синагога, кнесет — собрание. Вот. Собрание — это экресия, это то же самое слово, это достаточно поздняя терминология, это тоже дает повод для современных толкователей говорить о некой поздней редакции псалма. Не то, чтобы псалом был написан в V веке во времена Ездры, сколько то, что, наверное, была какая-то редактура при составлении общего сборника псалмов. Потому что вот это постоянно упоминаемое собрание великое — это аллюзия на великую синагогу, великую синагогу, при которой был запечатан Ветхий Завет. Одним из активных деятелей этой синагоги был священник Ездры, о котором я уже говорил. Печатью пророков является Малахия, последний из пророков до Иоанна Предтечи. И вот православные экзегеты считают, что Малахия тоже в число этой великой синагоги входил. Потому что если бы не было пророка, то не было бы авторитетной личности, благодаря которой можно было бы сказать, что все, остальные книги уже не канонические. Все, что будет написано дальше, это уже не под вдохновением Святого Духа. Так вот, в этом псалме употребляется соответствующая поздняя терминология «собрание великое». И здесь мы видим большое внимание к неким людям, которые стоят рядом, сорадуются Давиду. Вместе с ним как бы проходит этот путь ликования после выхода из тины и болота. Псалом, написанный одним человеком, таким образом становится литургической песней для всего народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok